Межрегиональный подмосковный фунт Форум – событие неординарное. Гражданам надоело искусственное дробление сверху. Они, наконец, готовы объединиться. Без отмашки от Координационного совета или каких-то там лидеров, на которых ориентируется Кремль. Они понимают – все это пена, которая рано или поздно схлынет. И на гребне новой волны возникнут новые лидеры. Ныне никому неизвестные личности. Иванов, Петров, Сидоров, да хотя бы вы – те, кто смотрит этот репортаж. Главное – осознать, что и от вас зависит многое. Если не все. Я озвучила проблему не такого окончательного взаимодействия между регионами и городом. И попросила правозащитников обратить внимание на социальные проблемы, которые не меньше, а подчас больше волнуют людей, чем проблемы политические. Страна входит в системный кризис. Не только снизу молодежь общественной организации. Вот дай бог, чтобы вот этот форум правозащитный, он укоренился и стал развиваться. Это снизу. Ну и происходит и на самом верху. Мы видим, какие сейчас удивительные процессы происходят. И с единой Россией, и в путинском окружении. И чувствуется, что кризис захватил по всей вертикали этой авторитарно-тоталитарной структуры. Так что я думаю, что и снизу идет процесс от народа, и наверху то окружение, которое получило огромные финансовые и прочие блага от системы Путина. И они опомнились и видят, что система идет к развалу. Время пришло. Мы предлагаем отдайте власть народу. Мы сами будем распределять свои богатства. Путем демократии, путем голосования. Мы решим, как это сделать. Воровать и забивать свои только сундуки. Хватит. В то время, как государство нарочито дробит граждан и все российское общество, граждане, наоборот, желают объединиться. Объединить собственные усилия для того, чтобы помочь друг другу и, наконец, вернуть себе власть. Хочется надеяться, что подобные форумы станут регулярными. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ Поскольку сегодня время масленицы, то, конечно же, по языческой традиции сжигают чучело то ли Владимира Путина, то ли Алины Кабаевой. Ну, оппозиционерам это свойственно. Банда Путина горит! Она не банда, это масло. Она была в журнике. Аликс, а я хотела спросить, а что для вас свобода? Для меня свобода это, прежде всего, возможность жить так, как мне диктует моя совесть. Для меня свобода это возможность пользоваться благами цивилизации. Это означает то, что если есть закон, то он для всех одинаков. Если у кого-то есть там, неважно, дети, родственники и так далее, то они должны жить по закону вот этой страны. Неважно, если ты чиновник, у тебя дети должны быть за границей и, извините, там не единое образование, все для них. А в России по-другому. Вот для меня это свобода, возможность пользоваться для всех благами цивилизации. С праздником, друзья! Спасибо. Это Кабаева, не поняли, что ли? А для меня свобода. А внизу-то был Путин-желепут. Субтитры создавал DimaTorzok